Так, ну давайте не чемпиона, а какую-нибудь... Какую сложность поставить, друзья? Мы прошли прошлой кампании на чемпионе, на максималке, но пацаны сказали, что из-за этого ломается баланс и компьютер вообще ничего сделать не может. Вот, поэтому давайте какие предложения. Магистр. Так, условия победы. Найти отца Шаэры. Шаэр это, видимо, героиня, которая вот эта вот романтичная. И какой-то садовник в кепке. Это, видимо, эльфы, да, у нас будет кампания. Да, потеря героя Элвина. За эльф играть будем. Проходит Элвин со всеми его навыками, заклинаниями и опытом в следующий сценарий. 15 уровень. Ну, будем работать сразу над правильным героем. Ой, музыка другая. По счастью, в ту ночь я переоделся в самый новомодный костюм. Рубашка и брюки лилового шелка. Нарядным белым, кажется, еще тише надо сделать звуки из игры. Да что ж такое? Реально громко, очень громко, прошу прощения. Я просто слышу и себя, и слышу игру, и при этом... Не особо помогло. Реально, тут... А-а-а, серьезно? Давай пять. Не пять. Три. Уже ближе к правде. Окей, попробуем. Рубашка и брюки лилового шелка с нарядным белым кантиком. Я надел широкополую шляпу, украшенную павлиями перьями, и пояс из золотых бляшек. Мои сапоги по колено были выполнены из меха снежного кролика. На это облачение я потратил большую часть своих денег, и, думаю, сама судьба заставила меня надеть его, ибо тогда я впервые увидел Шаэру. С того самого дня, как она предстала при Эльфийском дворе, все утверждали, что она самая прекрасная из женщин Аранор... Аранорна. Катрид шестьек, Казбек. Иду на вы, да. Что она самая прекрасная из женщин Аранорна. Я же, слышавший этот титул много раз и... Обитавший при дворе, где красавиц было великое множество, никогда не понимал, чем одна из них может выделяться среди прочих. Но Шаэра была особенной. У нас сразу любовная история с самого начала кампании. Ее длинные до пояса волосы сияли подобно лучу золотого света, проникавшему сквозь кроны деревьев. Ее огромные глаза, цвета чистого зимнего неба, выделялись на ее смуглом лице, и их взгляд был способен проникнуть в самые сокровенные глубины души. Той ночью я танцевал с ней без устали более двух часов. Хорошо держался. А вскоре узнал, что Шаэра была не просто красоткой. Я и прежде танцевал с красивыми женщинами, но расставался с ними, едва находил их внутренний мир небогаче сердцевины давно поваленного дерева. Но Шаэра была особенной. Она была тиха, но умна. И у меня возникло чувство, будто она мечтает о чем-то, но не знает, о чем именно. Так же, как и я, всю свою жизнь. Вот тогда я и спросил ее, «А чем ты занимаешься? Я имею в виду в свободное от покорения мужских сердец время». Шаэра глянула мне прямо в глаза, как если бы увидела впервые, и улыбнулась. Вот тогда я и влюбился. Ооо, хороший текст. Ооо, его будет больше. Шаэра из той породы женщин, что заставляют делать вещи, которых сами вы ни за что бы не сделали. Она может заставить лентяя заняться телесными упражнениями, а сквалыгу, не знаю значение слова, благотворительность. Ну, видимо, тот товарищ, который скупой, скупой, да. И она и меня заставила прибегнуть к покровительству родни и заделаться одним из советников друидов при дипломатическом месте на берегах Аранорна. Простите, я разговариваюсь и буду лучше читать. Не то чтобы я очень любил путешествия в глухомане, а морские продукты, прогулки и того меньше, но это было единственной возможностью выкрасть хоть несколько мгновений наедине с Шаэрой, без пристального внимания эльфийского двора. Единственный человек, внушавший мне беспокойство, был ее отец, Грамин. Грамин был предводителем этой экспедиции. Предполагалось, что он посетит портовые города, чтобы упрочить их отношения с Аранорном. И, если удастся, убедить их полностью перейти под необременительную власть этого молодого эльфийского государства. Вскоре я открыл, что Грамин пытался воспрепятствовать моему назначению в эту миссию. Почему? Я не знал. К счастью, его голос не оказался решающим. Я подозреваю, что Минатат, мой наставник и могучный покровитель, как-то уладил это дело. Хорошо иметь в лучших друзьях членов Совета Старейших. Но если бы я и знал, что Грамин будет столь ревностно ограждать свою дочь от меня, Ну, теперь понятно, почему ограждают. Меня бы это не смутило. Был восьмой день нашего плавания, когда нам с Шайрой удалось тайком забраться на мачту. Никто не заметил, как мы сберемся на мачту. Ау, звезды пойдут, я уже вижу краем глаза. Чтобы поговорить и полюбоваться звездами. С Марсовой площадки у нас над головой раздавался негромкий храп Вахтинова. Это я усыпил его, чтобы мы с Шайрой могли побыть наедине. Похоже, мое обучение искусству друида стало приносить плоды. Я потряс Шайру знанием небосвода, называя имена всех звезд, на которые она указывала. «Позволь показать тебе мои самые любимые», — попросил я. Она положила свою головку мне на плечо, когда я указывал на восточный горизонт. И все, о чем я мог думать, — это о прекрасном аромате, исходившем от ее волос. Я закрыл глаза, зная, что запомню этот запах навсегда. «Видишь», — сказал я, — «вон там, над самым горизонтом, голубую звезду, почти вплотную рядом с красной. Они мерцают одновременно. Это влюбленные». «А почему ты показал мне эти звезды, Элвин?» — игриво спросила Шайра. «Охо-хо», — прежде чем я ответил. Влюбленных закрыла тень. Когда я всмотрелся в эту тень на море, то весь сжался. Это был корабль, и он приближался слишком быстро, чтобы можно было ошибиться. Пираты напали столь неожиданно, что большая часть команды все еще находилась в кубрике, когда разбойники захватили наш корабль. Я мало что помню, помимо криков и лязга металла, и повсюду был огонь. Дым выедал глаза. Повсюду умирали люди. Это было ужасно. Все, о чем я мог думать, — это о безопасности Шайра. Мы пробрались к одной из шлюпок, и, пока шла битва, я перерезал крепивший ее канат, и мы уплыли в темноту незамеченными. Издали мы наблюдали, как оба корабля были охвачены пламенем. Шайра плакала у меня на плече, ибо она не знала, какая судьба постигла ее отца. Найс! Начало, да? Вот, у нас главный герой — Элвин. Такой в шляпе все, цветолюб. У него магия природы первого уровня, и, соответственно, регенерация маны есть. Среди заклинаний вызов псов, точнее, волков. И больше у нас здесь никого нет. О-о-о! Вы слышите мучительный вой откуда-то из чащей, и на секунду задумываетесь, откуда именно он раздается. Вы слышали много песен бардов, в которых люди непременно умирают, исследуя причины странных звуков. Но вы не в силах больше вынести этот стон, и осторожно крадетесь в том направлении, прячась за деревьями. Вы, должно быть, уже близко, но ничего не видите. Может, это леший? Вы слышали сказки, и о них там говорилось мало приятного. И тут вы едва оступились. Едва не оступились. Это яма! Вы опустились на колени и вгляделись в глубокую дуру. Над ней сидел маленький волчонок. Он жалобно скреб когтями по стенам ловушки и выл, зовя на помощь. Похоже, вдобавок, у него была покалечена задняя лапа, вероятно, при падении. «Держись, малыш!» — сказали вы, осматриваясь вокруг в поисках ветки или жерди. Чего-то, чем можно было вытащить волчонка. И, конечно, не попадалось ничего достаточной длины. Вы несколько раз обошли яму кругами, подробно изучая ее. Она имела в глубину не меньше пяти локтей, даже взрослому волку не выбраться оттуда. Но ваши долговязые, худощавые — это про меня! Тело может хоть раз в жизни на что-то сгодиться. Вы вытащили кинжал и воткнули его рукоять в землю на краю ямы, чтобы можно было за него ухватиться, когда вы будете вылезать. И спрыгнули прямо к волчонку. Звереныш оскалился, зарычал, когда вы протянули к нему руку. Он даже умудрился тяпнуть вас за палец. «Фу, я же помочь тебе хочу!» — сказали вы. Но вы чувствовали, что зверек сейчас напуган, как никогда в жизни. Времени увещевать его у вас не было, поэтому вы просто проворно схватили его за шкирку, подняли краю ямы, морщисят его когтей и зубов. Наконец волчонок понял, где он, и прыгнул в лес. И вы услышали, как он убегает, прихрамывая. «Не стоит за благодарность!» — запоздало, — сказали вы. «Ваши кисти и предплечья выглядели так, будто вы продирались сквозь заросли шиповника, а рукава шелковой туники были изодраны в клочья. Вот полученная вами благодарность. Вы с легкостью выбрались сами из ловчей ямы, но когда вытащили кинжал и распрямились, то поняли, что вы не один. Вас окружила безмолвная волчья стая». «Запиная, заговорили вы». «Это не я вырыл ловушку, честно!» Вы стояли, не шелохнувшись, опасаясь, что любой неверный жест будет стоить вам жизни. Даже когда к вам приблизилась крупная черная волчица, вы не пошевелились, и вдруг она ткнулась своим влажным носом в ладонь и лизнула вашу руку. «Ее хвост радостно завелел». «Похоже, вы обзавелись новыми друзьями». И... 15 волков! Мои личные псы! Псы! Одного пса я тут же науською выделяю. Он будет собирать мне вещи. Ну да, подкова как раз для пса. Очень шустрый пес. У-у-у-у-у! У-у-у-у! Окей. «Законание природы». Фейк можно вызвать. Фейки летают, довольно маневренные, им не отвечают. В общем, как в классике. Будем ли мы заходить за... А это что у нас? И тоже фейки. Ну давай. Вы остановили... Понимаете, ход и лист... Просто лист текста. Вы остановились, чтобы смыть грязь лица, приставшую во время... За время скитаний. И быстро поняли, что вам никогда не отмыть... Отмыться до чиста. Пока вы не вернетесь в альфийский двор. Вам нужна горячая ванна. Но, омыв лицо и руки, вы собрались было довольствоваться хотя бы холодной, как вдруг заметили крошечные личики. Личики, затаившиеся в кустах у берега водоема. Эй, вы, убирайтесь отсюда. Вы узнали маленьких лесных феи по их хихиканью раньше, чем увидели их целиком. Что вам здесь надо? Спросили вы. Мы подглядываем, призналась одна. Да, нам интересно, не два ли это эльфа в одном плаще, сказала другая. Ага, ты такой высокий, спорим, что ты сидишь на плечах у другого эльфа, прикрывшегося твоим дивным одеянием. Вы знаете по опыту, что если феям предоставить свободу, то они будут болтать весь день напролет, поэтому вы прервали их. Нет, я всегда один, сказали вы. Меня зовут Элвин. Я друид из эльфийского двора, и я заблудился. Может, вы мне посодействуете? Так ты друид, сказала одна из них. Ты не похож на друида. Да, он похож на смешного высокого поющего человека, Менестреля. Или на высокое разноцветное дерево, обтянутое кожей. А что он за дерево? Вы снова подняли руки, вздохнули от всех этих шуток по поводу вашего роста. Так вы мне... Так вы мне поможете, спросили вы. Подумайте только. Если вы присоединитесь ко мне, то можете забавляться на мой счет целый день. Феи кругами летали над прудом, хихикая и заходясь от восторга. Затем одна из них помахала вам ручкой. Нам это нравится. Пошли в наш домик. Мы хотим показать тебя остальным, говорит она. Ох, уж такие фейки веселенькие. Ну берем феек. Но зато феек вообще не потеряем. Есть. Ну и палочку берем, которая позволит нам делать пиу-пиу. А, зыбучие пески заклинания. Огненный жезл. Огненный жезл. Артефакт позволяет герою направить заклинание огненной стрелы в начале каждого боя 4 единицы магической энергии и восстанавливаться будет. То есть он будет постоянно без привязки к моей мане. У меня будет возможность стрелками бить. Этих дам я, скорее всего, не разберу. Надо идти обратно. А, нет, стоп, подожди. Тут еще атаку надо взять. Далее урон в ближнем бою, но мне кажется, что... А волк же не может, да, закупиться. Его не поймут просто в лавке. С того самого момента, как нашу шлюпку выбросил на берег, Шаэра ходила мрачно и почти не разговаривала. Я был больше озабочен тем, как выбраться в безопасное место, но я не мог больше наблюдать ее тревогу. Ее лицо было просто не предназначено для горестных морщин. Итак, в это утро я нарвал немного яблок, а в полдень мы остановились передохнуть у журчащего ручейка. «Присядьте, моя госпожа», сказал я, расстелив на земле свой лиловый плащ. Он почти совсем истрепался. Ничего страшного, если он немного запачкается. Шаэра кивнула и села. Она смотрела на прозрачную воду, перекатывавшуюся через блестящие камни. Я же тем временем движением фокусника извлек яблоки из-за пазухи и принялся ими жонглировать. «Видите ли, моя прекрасная госпожа, три из этих яблок самые наисочнейшие и наисладчайшие из плодов земных», сказал я. «А четвертая?» спросила она, неохотно принимая участие в моей игре. «А это и вовсе волшебное. Оно такое же вкусное, как и остальные, но та, что попробует его, немедленно влюбится в первого же, кого увидит». Уголки рта, шаэры чуть вздрогнули. «Вздернулись». Она сказала, «Тогда, пожалуй, мне не стоит его пробовать. Я же не могу идти на такой риске влюбиться не в того, в кого надо. Верно?» «Ха-ха, неверно!» «Эй, ты чего?» «О нет, ты должна его съесть!» «Кроме того, мне случалось узнать, что эта магия не сработает, если надкусительница... Надкусительница!» Ох, как... Очень хороший язык. Такое впечатление, что другой человек переводил. «Если надкусительница яблоко уже любит кого-то другого». Молодец! Настоящий просто вжух подкатчик. «Я изящно поймал все яблоки по очереди у себя за спиной, а затем преподнес одно из них шаэре. Она взяла его и без колебаний откусила красный спелый плод. На ее алых губах осталось немного сока. Раньше мне никогда в голову не приходило превратиться в яблоко, но сейчас я отдал бы пол жизни, чтобы быть именно этим плодом». Или плодом. «А ты не хочешь узнать, какое из яблок я тебе дал?» «Нет», ответила она. «Неважно, какое я съел». Ох, ох, уж этот флирт. Эльфички, да, эльфички такие. Хороший текст, мне нравится. Так, еще одно заклинание природы. Первое. Каменная кожа. Первого уровня. Хорошо. И у нас город. Лепреконы. Феек можно взять по дороге и попробовать захватить. Да, наверное, зря я переигрывал. Как бы тут все... Сказал бы я, что изи, но не совсем. Потеряли всех волков, потеряли половину феек, которые были. Но получили... Наверное, магию природы второго круга. Я не надеялся найти эти маленькие эльфийские поселения так далеко от центра Аранорна. Вероятно, мой народ расселился после дня расплаты гораздо дольше, чем я расселялся. Нет, расселился. Гораздо дольше... Дальше, а не дольше, чем я полагал прежде. Я нашел народ Данделеона приятным, хотя и чрезмерно напуганным. Они боялись всех и все, а часто без причины. Они годами терпели постоянные набеги и нападения пиратов и прочих лиходеев. Им приходилось бороться за каждый день своей жизни, что усугублялось отсутствием какой-либо армии и командования. Ну, сейчас я пришел, все будет нормально. Поселиться в такой дали от других эльфов было не единственной их ошибкой. На мою беду, едва узнав, что я член эльфийского двора, они выбрали меня вождем. И теперь они просят меня разобраться с местными разбойниками. Если бы мне не нужна была бы их помощь, чтобы вывезти отсюда Шаэру, я бы ускользнул из их деревни под покровом ночи. Едва ли кто-нибудь годится в вожде меньше, чем я. Я бы оказал им услугу, сбежав, но мне нужно было думать о Шаэре. Так, ну что, я вождь. И что у нас тут? О-о-о-о-о-о. Да, не густо. Все мои попытки развеселить Шаэру поднимали ей настроение лишь на несколько мимолетных мгновений. Меня беспокоило, что она так несчастна, но я не мог винить ее за это. Она, должно быть, думала о своем отце и о той ночи, когда мы сами едва спаслись от пиратов. И что с ее отцом? Погиб ли он? Погибли ли они все? Я тоже думал об этом, особенно учитывая то, что это я усыпил вахтину. почему-то вахтенного хотел сказать вахтенного конечно если бы этот моряк бодрствовал он бы вероятно вовремя заметил пиратский корабль и у граммин и у остальных была бы возможность подготовиться к защите на этот раз и есть действительно свалял дурака ты думаешь о своем отце верно спросил я в один из ее моментов когда она сидела и молчала она кивнула мы же не знаем что там случилось шайра он мог и уцелеть насколько я слышал он умелый воин я не перестаю думать что нам следовало что нам следовало остаться там возможно мы бы им помогли сказала она а чтобы могли сделать чтобы чтобы могли сделать шайра мы с тобой не воины мои слова были слишком резкими слишком категоричными они не помогли шайра не хотела слышать о том насколько безнадежно было наше положение. Она хотела слышать, что ее отец жив, что она не бросила его в беде. Я обнял ее и погладил волосы. С твоим отцом все хорошо, Шейра. Я это чувствую. Это были всего лишь пираты. Как может какое-то отребье справиться с опытными воинами Арагорна? Верно? Аранорна. Арагорна. У меня пошел уже из Вастилена Калет. Ну да, но верно. И думаю для тебя не секрет, что отец любит тебя больше всего на свете. Разве бы он не пожелал, чтобы ты была в безопасности? Конечно. Потому мы и поступили так, как он сам хотел. А теперь нам нужно подумать о том, как его найти. Он может быть где угодно, Элвин. Возможно, сейчас он ищет меня, если уцелел. Да, если он тебя не найдет, то будет знать, что есть место, куда ты наверняка пойдешь. То, куда мы плыли изначально. Я надеялся, что в моей логике нет изъянов. На месте Грамена бы... Я бы надеялся на то, что Шейра отправится в ближайший безопасный город. Путь домой слишком долг. Так почему бы не пойти в известный порт? Прыжок дельфина? Спросила Шейра. Да, это, видимо, город. Ответил я. Считаю, что нам нужно отправиться в прыжок дельфина. Как можно скорее. Уверен, что мы найдем там твоего отца. За моего отца. Он ждет нас. А дальше буду штурмовать, не дожидаясь. А он успел за это время отстроить замок. Ну и здрасте, пожалуйста. Что за дела? Сейчас хрена с два я возьму этот город. Да, вот это была ошибка. Представляете? Они попутно просто взяли и замок отстроили. Хитры! Ой, хитры! Я не знаю, это были вызваны или нет. Ща узнаем. Сколько мне там эльфов было? 25? Да, 24. Далее уровень, конечно. Конюшня. Для тех, кто пропустил, расскажи сюжет. Это самая первая миссия четвертой кампании. Она за эльфов. Мы ловелась по веса при дворе. Эльф такой весь очаровательный. Но появилась дама, которая совсем не походила на остальных эльфийских красавиц. Мы запали. Она не только красива, но и невероятно умна. А нам это интересно. Челлендж, все дела. Вот. И папашка не одобрял наши взаимоотношения, но взаимоотношений на самом деле нет. Нас пока держат на дистанции. И мы отправились в какую-то экспедицию. Неважно какую. Потерпели от нападения пиратского. В самый романтичный момент. Уплыли на лодке. И сейчас наша возлюбленная капитаном корабля или там главным на экспедиции был ее отец. Вот. И сейчас соответственно мы пытаемся получить герой 15 уровень. На этом собрать все все ценное, что есть. Попутно узнать, где находится папашка. Вот. Как-то так. Но я сначала эльфа возьму. У аж двух. Так. А здесь у нас упыри серьезные. Серьезные сидят в замке. Кстати, а прогулка что? Без ограничений по местности. Надо было ее сзади. Надо стрелять скорее всего вот. Вы поняли. И орки будут меня сейчас очень больно бить. Прям очень. Я пытаюсь их прям сильно задебафать. Так. Орки спрыгнули. Хорошо. Хорошо. 12 выставок есть. Ребят, я подхожу. Я подхожу. Аккуратненько. Аккуратненько. Какой агресс. вот это осада. Одна стрела осталась у этих в этих 10. Должны справиться, должны сдюжить. Ага, откупается. Нет. Кто из них настоящий? Эльф. Блин, а как отличить вызванных от невызванных? Ну, мне кажется, что те, которые были вызваны, они, у них больше стрел должно быть. Поэтому, соответственно, так. Оп. Сейчас эльфа сами через свои же песочки пройдут. А-а-а! А-а-а-а-а-а-а-а-а-ка. Изявая игра вообще. А-а-а-а! Потеряли всех коней, всех фей, всех волков, но сохранили ключевой стэк. У-у-у! О! Пока мы поили лошадей, я пошел вверх по течению в поисках места, где можно было бы постирать платье. Это говорит эльф. Ну да. Возможно, Можно самому смыть грязь с тела. Никогда в жизни я не был таким неоприятным. Давно текста не было. Не знаю, как иные друиды забираются в лесную чащу на целый год в поисках единения с природой. Nature blessing. Как они могут столько обходиться без горячей ванны, без тонкой кухни и без музыки? Ну, понимаете, наш главный герой это вот придворный эльф. Придворный. Яблоками по-па, это самое, пожонглировать, потанцевать. Там реверансы, шуточки, прибаупточки. Вот. В тот момент я понял, что не стоило прежде зарекаться от такой жизни. Моя шляпа представляла собой жалкое зрелище. Перья поломались, а поля были истрепаны, истрепаны, конечно же, в бою. Ее уже не стоило беречь, поэтому я выбросил с шляпу. Энтман говорит, мне жалко только, что первым выбрал на дезинарогах. Там был двойной приплод грифонов, что за ответку встретил героя, снимаешь. Да. Брюки мои на коленях были запачканы темными пятнами крови, а некогда белоснежные оборки моей рубахи стали серыми от дыма пожара. Если бы я предстал в таком виде при эльфийском дворе, меня, вероятно, изгнали бы до конца жизни. За спиной у меня послышался треск веток, и сердце учащенно забилось. Я был один и без оружия. Что? Если бы на меня напали, то мои войска не смогли бы поспеть вовремя. Я уже готов был бежать, как из леса вышла шайра. А это наша, как бы... А мы тут моемся, да? Тебе не следует гулять здесь одной, сказал я. Лагерь близко, сказала она. И кроме того, я же с тобой. Я глянул на рукава моей туники и покраснел. Извини, что я перед тобой в таком виде. В каком? Ее голос звучал мягко и успокаивающе. Она подступила ко мне поближе. Как последний идиот, я сделал шаг назад и угодил ботинком по щиколотку в ледяной ручей. А-а-а! Будь проклятой, да глухомани! Будь проклят я за то, что все у меня не как у эльфов, не как у людей. Хорошая адаптация. Воскликнул я, выпрыгнув из ручья. Шайра засмеялась, но не обидно. Мы смеялись надо мной вдвоем. Прости меня, Шайра, сказал я. Посмотри только на меня. Я превратился в символ собственной неприспособленности. Нифига себе текста. Она сделала еще шаг ко мне. Ребята, держитесь! На этот раз я не пятился. Птицы, сказала Шайра. Что, прости? Помнишь, как в танце ты спросил меня, чем я занимаюсь свободно... Да, это до нее сигнал дошел. Долго, мы уже третью неделю вместе. Помнишь, как в танце ты спросил меня, чем я занимаюсь свободно от покорения мужских сердец время? Что ж, я отвечу на твой вопрос. Я развожу птиц. И тут такой сокол улыбается, сзади выходит. Не хотите поговорить о водороде? Во всяком случае, я занимаюсь этим, когда было время. Занималась этим, пока было время. С той поры, как я поселилась... Просто представил эту картину. С той поры, как я поселилась при эльфийском дворе, за мной ухаживало столько мужчин, что у меня совсем не осталось времени на саму себя. От мысли о том, что Шайре приходилось уделять внимание другим мужчинам... Да, да. Ну, может быть, это раньше, эта же игра все-таки старенькая. От мысли о том, что Шайре приходилось уделять внимание другим мужчинам, у меня засосало под ложечкой. Но чего же мне еще ждать? Я был лишь одним из многих. Следовало отказать кому-то из них, сказал я, понимая, что и сам мог бы оказаться в числе отвергнутых. Важно, что ты тоже была счастлива. Да, но мне не хотелось обижать их в лучших чувствах. Шайра приподнялась на цыпочки и положила свою изященную кисть. Кисть мне на плечо, ребята, кисть на плече! Я слегка ссутулился, наклонился вперед. И тогда она сказала... Но когда я узнала, что ты будешь на корабле, почувствовала счастье. Правда? Конечно. Ведь ты был единственным, кто поинтересовался, что мне нравится делать, когда я была одна. Все остальные просто не представляли себе меня в одиночестве. Даже лорд Гарк, ведь он всегда был таким добрым и внимательным. При упоминании лорда Гарка я нахмурился. Вскоре совету старейших предстоит выбирать нового эльфийского короля. Ой, я еще в эльфийские короли подамся. Все нормально будет. Мы всех доводим до... Эмилия Найтхевен тоже у нас в топ-менеджеры. Все, дошла. Вскоре совету старейших предстоит выбирать нового эльфийского короля. И все сходились в том, что у Гарка нет соперников. И об увлечении лорда Гарка Шаэной тоже ходило много сплетен. Поднимаясь на борт корабля Шаэра, я подвергал себя известному политическому риску. Но мое чувство к ней было так сильно, что я готов был пожертвовать всем, чего достиг при эльфийском дворе. Текст очень хороший. Ну, видимо, дело в переводе. Возможно, эту компанию переводил кто-то другой. Я наклонил голову к Шаэре и прошептал. Как бы безумно это ни звучало, эти дни в глуши принесли мне больше счастья, чем все годы при дворе. Даже при том, что они уничтожили мой лучший наряд. Ой, ты какой наряд? Что ты несешь? И тогда Шаэра поцеловала меня в подбородок. Думаю, моя госпожа промахнулась, сказал я с улыбкой. Черт, ты такой высокий. Я поднял ее на руки, ребята. И мы долго... Уберите детей от экранов. И мы долго целовались на сей раз, боже упаси, в губы. Это было лучше, чем способно представить воображение. О, руки на стол. Самое симпатичное. Самое симпатичное. Ну и мы тоже, конечно, молодцы. Что тут от греха таить. Конечно, мы не дали маху. Мы показали, как надо подкатывать. Хочется этого героя хорошенько подготовить к второй миссии. Как мы знаем... Ну, это отдельная такая особенность, специфика, что герои здесь гораздо большую роль играют, чем в других частях. И в начале кампании очень часто происходит такое, что... Тебе не... Ну, ты должен рассчитывать только на героев. Если ты их не докачаешь, или там не все соберешь, то хотелось бы, будет значительно сложнее. Да, я чувствую уже финалочек. Даже, скорее всего, и не нужно мне подкрепление другое. Видите, такая своеобразная финишная прямая. И кто-то нас ждет здесь. О, папенька! Воскликнула Шайра и бросилась вперед. Я сразу же почувствовал ее отсутствие, словно нас разлучили навечно. И даже пожалел, что совместное приключение закончилось. Но ведь... Ой, я надеюсь, что в кампании мы за нее поиграем. Но ведь мы не могли оставаться в глуши всю оставшуюся жизнь. Оставаться оставшуюся жизнь. Ах! Шайра бросилась в объятия Грамина, заливаясь слезами счастья. Думаю, в душе она не чаяла, что отец ее жив. До этого самого момента. Я медленно подошел, давая им возможность насладиться встречей. И встал в нескольких шагах, пока они не закончат обниматься. Конечно же, Грамин волновался о ней и не прекращал поисков, хотя все остальные считали ее мертвой. Я была в безопасности, папа, благодаря Элвину, сказала она. Она улыбнулась мне, а я заставил себя улыбнуться в ответ. Он спас мне жизнь. Грамин посмотрел на меня весьма холодно. Настолько холодно, что на миг мне показалось, что он знает, кто усыпил вперед смотрящего на мачте. Молодой человек, сказал он, не в моих силах отблагодарить вас в полной мере за то, что вы сделали. Это был мой долг, сударь, ответил я. Ладно, сказал Грамин. Быстро меняйте ему. Полагаю, вы оба нуждаетесь в отдыхе. Вероятно, пища. Хорошего дня, Элвин. И спасибо еще раз. Куда бы Грамин не увел Шейру обедать, куда бы Грамин не увел Шейру обедать, было ясно, что меня туда не приглашают, и с моей стороны было бы глупо навязываться. Всего доброго, сэр, сказал я. Я поймал взгляд Шейра и попрощался с ней. Всего хорошего вам, моя госпожа. Могу ли я еще когда-нибудь увидеть вас? Надеюсь на это, сказала она, прежде чем отец увлек ее за руку. И снова я пожалел, что мы не остались в лесу. Аптейл, привет. Не бойтесь, я поправил звук. Сейчас не будет громко. Переходим ко второй миссии. Стать единственным игроком, владеющим городами. В слове поражения, потеря Элвина. Хорошо. Элвин со всеми его навыками, взглядом, переходит к какой уровень? 22-й. Окей. Это Дриатка озвучивала. Лорд Гарк стоял... Надо сейчас будет кое-что поправить. Стоял, спрятавшись за высоким розовым кустом, и тонкие губы его плотно сжимались, когда он смотрел на шайру, танцующую с этим пышно одетым молодым эльфом по имени Элвин. Он следил за ними уже несколько недель с той самой поры, как они вернулись... О, перчатки всадника справа. Вернулись из своих странствий по диким лесам на берегу Золотого моря. К огорчению, большей части мужской половины эльфийского двора, Шайра редко принимала гостей в эти дни. Она проводила почти все свое время с птицами. Интересно, мы сегодня будем проводить время с птицами? Часто исчезая в лесу на несколько часов, обучая там своих любимцев. Она приняла приглашение на обед только от Гарка, и хотя это прибавляло ему уверенности, он опасался, что Шайра поступила так лишь из уважения к воле своего отца. Лорд Гарк, наш, видимо, враг такой, подозревал, что она питает какие-то чувства к этому нескладному долговязому друиду. Это он о нас! Гарк видел их взгляды украдкой, их многозначительные улыбки. Он даже преследовал за Шайрой... Проследовал, извините. Правильно написано? Неправильно прочитал. За Шайрой, когда она в очередной раз отправилась в лес с соколом... Эй! На руке. Ладно, сокол в безопасности у него Оля. Там, у старого, раскадистого дуба, ее поджидал Элвин. И они, внимание, целовались. Да есть же ж. И тогда Гарк поклялся разделаться с этим дураком. Шайра была молода и наивна, а этот прохвост друид явно не терял времени даром, когда они были вместе, и их жизни находились в опасности. И охмурил ее. Что было, то было. Для него она, вероятно, просто еще одна победа. Элвин славился при дворе своим блеском, но при этом слыл с заносчивым эгоистом. Да, ему удалось просочиться в эльфийский двор, и теперь он пытается продвинуться дальше, соблазнив Шайру. Вообще, очень реалистичное описание. Нет уж, этого Гарк не допустит. Шайра ему слишком дорога. Но он не мог обвинить Элвина без доказательств. Какая-то часть Гарка желает вызвать Элвина на дуэль, но он знал, что это скомпрометирует его в глазах Шайры. Кроме того, в последнее время эльфийский двор неодобрительно относится к подобным явлениям. Гарку нужно было как-то разрушить обманчивое представление Шайры об Элвине. Нужно было, чтобы Элвин показал себя в истинном свете с заносчивым трусом. Ха! А я 15 уровня уже. Сейчас покажу. Когда эльфийский совет вызвал меня и объявил, что мне поручается привлечь таинственных белых тигров на сторону Аранора, я едва не проглотил язык. Но почему? Несомненно, есть ведь более достойные, сказал я. Возможно, сказал председатель совета. А, это Гарк, говорит. Лорд Гарк. Но ты тоже показал себя способным, Элвин. Мы уже прослыли три раз... Мы уже посылали, извини, три раза более опытных, более умелых и более талантливых, но все они потерпели неудачу. По сути, они все сгинули. Белые тигры выражают заинтересованность в сближении с Аранором. А белые тигры, это, видимо, название там племени или чего-то еще. Не просто тигры там. Но нам не удалось убедить их в том, что такой союз будет взаимовыгодным. Поэтому мы надеемся, что твоя удивительная способность приспосабливаться к трудным ситуациям, доказанная во время твоего недавнего приключения, принесет нам победу там, где мы близки к поражению. Несколько членов совета зааплодировали. Речь прям прекрасная. Я хотел отказаться, но тут увидел лицо Шайры в толпе. Что она обо мне подумает, если я повернусь к Аранору спиной в трудное для него время? Ее отец же определенно проникается ко мне, проникнется еще большим презрением. Он и так недолюбливает меня, потому что я никогда не сражался ни за наше прежнее государство, Авли, ни за Аранорн. Но, с другой стороны, трое уже погибли. Шансы на мое возвращение представляются сомнительными. Я не хочу умирать теперь, когда нашел Шайру. Ну, Элвин, ты согласен? Аранорн все еще не окреп после распаты. У нас мало войск. Ты... Так ты поможешь защитить наши земли? Спросил лорд Гарк. Я пристально посмотрел на этого вельможу. При такой постановке вопроса отказаться было невозможно. Конечно, сказал я, тем самым решив свою судьбу. Вот как я оказался на этом отдаленном уголке Аранора. Но на этот раз, по крайней мере, я захватил смену платья. Ой, подготовился мальчик. Так, сразу статы и горгоны Вот у нас, пожалуйста, один герой Никакого вообще Там феечек, конечно, можно приобрести Но лепрекон и скорость Так, побежали дальше Односторонний портал Дюжины Элемов водных На обочине тропинки лежала золотая статуэтка женщины Поэтому я спешился, чтобы разглядеть ее Когда я нагнулся, чтобы подобрать фигурку Услышал негромкое ворчание всего в нескольких дюймах от меня Ловушка! Я поднял глаза и увидел, как из зарослей на меня взирает благородная морда белого тигра Если бы ты замышлял убить меня, то уже давно сделала это Почему и... Поэтому я все еще жив, верно? Не спрашивайте, откуда у меня... Откуда во мне нашлось мужество говорить Думаю, это был инстинкт Верно, сказал тигр Его голос идущий, что? Верно Идущий далеко из груди Был непередаваемо низким Ты... Нет, я так сейчас могу Ты пришел из Аранора? Да, ответил я Я Элвин Я пришел поговорить с вашим королем или королевой В общем, кто у вас тут главный? При этих словах я поморщился Мне следовало бы больше узнать об этих белых тиграх Прежде чем покинуть двор Теперь же я выглядел дураком И это, возможно, будет стоить мне жизни У нас нет правителя Каждый белый тигр сам Король или королева на своей территории Ты сейчас на моей земле Ну, ладно А кто тогда имеет власть заключить союз с Аранором? Ты не понимаешь, Эльф Элвин Нифига себе, он знает, кто я Раздраженно сказал тигр Каждый из нас обладает такой властью Убеди одного И ты убедишь всех Убедить тигра? Да я по пять за охот вызываю просто Слишком просто получается Невольно вырвалась у меня Не совсем так Никто из нас не уверен до конца в том Что эльфы Аранора Нужны белым тиграм В прошлом наш народ говорил О взаимной защите Но мы видели троих эльфов И никто из них не смог ничем нам помочь Нам нужна настоящая помощь В нашей величайшей трагедии А не пустые обещания При последних словах Он так злобно рыкнул Что я аж отскочил И остановился у своей лошади И если бы не боязнь возвращения в Аранорн с позором Я бы точно скачал на нее И умчался прочь Вместо этого я спросил А что за величайшая трагедия? Сам узнай, если сможешь Если вы действительно хотите Чтобы я решил вашу проблему То разве не проще вам все рассказать? К чему эти головоломки? Храбро сказал я Возможно, мужество вернулось ко мне Потому что Потому что теперь я находился дальше от тигра Эльфы предлагают нам только свои мечи и луки Есть ли какая-нибудь мудрость в Аранорне? Мудрости там предостаточно Заверил я его Просто здесь и в данный момент Ее не оказалось Белый тигр величественно выбрался из своего укрытия В холке он был чуть пониже моей лошади И гораздо сильнее Своей огромной лапой Он мог бы накрыть обеденное блюдо Представить страшно, какие когти скрываются внутри Вдруг я подумал, почему эльфийский двор Так отчаянно искал союза с этими белыми тиграми Я стоял неподвижно Тигр подошел ближе А затем он развернулся Как если бы собирался уходить И задрал хвост Ой-ой Нет! Прокричал я Вовремя прикрыв лицо руками Тигр Оросил меня ниже пояса Промочив до нитки Мы испорченные лиловые брюки Прилипли к коже А резкий запах едва не вызвал тошноту Зачем ты это сделал? Теперь ты помечен Сказал тигр Теперь, пока ты будешь носить эту одежду Ни один тигр не причинит тебе вреда Но если ты прольешь кровь кого-то из моего племени, мы узнаем об этом, мы все узнаем, и тогда союза с Саранорном не будет, будет война И белый тигр одним огромным прыжком скрылся в чаще, вот пес, замечательно, я превратился в ходячий тигриный нужник И за что вселенная так ополчилась на мой гардероб? Так, как этих эльфов, второе платье взял, надо доставать, где оно там? Судя по всему, нам, это не просто текст, то есть нам нужно избегать контакта с белыми тиграми, но я после такой встречи и стремился бы, в общем-то Вот, иначе быть беде, вот, например, один белый тигр сидит, улыбается, видите, сейчас реально не вижу Сначала я уловил запах жарящегося мяса, я не мог определить его направление точно, поэтому приказал войскам приготовиться к бою и держаться поближе ко мне, а сам пополз через кусты Затем мы услышали грубые голоса, спорившие о том, кому достанется больший кусок Уверенный в том, что за своими пререканиями они не заметят нашего приближения, я подобрался еще ближе и увидел несколько троллей, сидящих в чатике Над огнем жарилась освежованная туша белого тигра, это и было источником странного запаха На ветвях ближайшего дерева висела тигриная шкура, кровь еще капала с нее Некоторые из троллей уже были облачены в шкуры других белых тигров, и всех их украшали ожерелья из клыков и зубов Пока готовилось мясо, один из троллей вскипятил воды и сварил суп из тигриных лап Не мешкая, я дал сигнал к атаке Так, не мешки Понял Я снял с мертвых троллей тигриные шкуры и почтительно положил их в костер Как эти ужасные существа могут убивать таких красивых зверей, как белый тигр? И ради чего? Ради клыков, зубов и мяса? Ну да, есть-то хочется И тогда я вспомнил, что должен остановить величайшую трагедию, обрушившуюся на белых тигров Может быть, это она и есть? Могут ли оказаться в лесу другие тролли? Охотники на тигров Если такие есть, то неудивительно, что с самого моего появления здесь я встретил лишь одного тигра Значит, вот, чего от меня ожидают Мне нужно перебить всех троллей Так просто? Просто троллей перебить Итак, я свалился с лошади Когда на вас в небес пикирует сокол Ооо! И со свистом проносится у самой головы Как-то не думается о сохранении Я пойду возьму телефон, спрошу у соколя Скучаю уже по нему На втором заходе птица уронила мне в руки небольшой пергаментный свиток А затем уселась на мое упустевшее седло Теперь, когда сокол спокойно сидел Я увидел, что это прекрасная золотистая птица С умными черными глазами, дерзко смотревшими на меня Я развернул записку и прочитал ее Любимый, мне очень не хватает наших прогулок и объятий твоих длинных рук Не было и часа, чтобы я не подумал о тебе Хотя твое задание и важно для Аранорна Мне жаль, что ты ушел Почему бы эльфийскому двору не послать кого-нибудь другого? Лорда Гарка, например Или даже моего отца Как ты лиха Я знаю, что ты не мог остаться здесь со мной Как не могла я и последовать с тобой Поэтому я предлагаю тебе лишь ту малую помощь, которую могу оказать Вот, это моя лучшая соколиха Ааа, соколиха, сокол это соколиха Она умнее большинства птиц Думаю, она сама это знает Ее зовут Ветерком Ее зовут Руина Я научил ее не только охоте, но и разведке Возможно, она сможет предупредить тебя об опасности, которую ты иначе бы не заметил Жаль, что я не могу предложить тебе больше своей любви Будь осторожен, Элвин Вернись ко мне Твоя Шайра Уааа, ребята, ребята, нормально Убедившись, что на меня никто не смотрит, кроме птицы Я поцеловал то место, где Шайра вывела свое имя Затем я свернул записку и сунул ее в карман Чтобы читать вновь и вновь Если ты хочешь быть со мной, ветерок, сказал я соколу То тебе следует понять одну вещь Птица крикнула на немецком Словно говоря, какую На лошади еду я, сказал я То есть я за рулем, но все как обычно Так, ну что, у нас тут тролли, которых, видимо, действительно надо перебить Дюжины одних, дюжины вторых Гарнизон там не очень серьезный, но я на всякий случай сохранюсь Погнали Так, гарпии Гарпии нет Ну, пытаемся прорваться Надеюсь, в этом замке у нас Будет что-то отстроено Хотя эльфов мы отстроить можем за два дня Хоть там, пусть даже шаром покати, никого нет Эльфов мы построить можем Ну, понеслась Врываются грифоны Минус Ну, мать-пери-мать Рассказывай Да, с удовольствием Да, рода Друзья, у нас через 15 минут Герои на паузу Давайте, знаете что? Я поставлю сейчас Создам игру Ой, тут грифонов можно Да, расстроенный город И орден друидов третьего уровня Земляной элементаль Оберег некромантии Запрещает использовать заклинание Воскрешение и поднятие мертвецов И еще у меня магия порядка То есть есть благословение Как минимум И лечение О-о-о-о Я не сохранился Блин, ладно Давайте в другой раз Все Собираемся на Варкрафте